Привет всем кто смотрит канал Blender 281A и погнали дальше экспериментировать и собирать информацию которая поможет сделать именно риг информацию для этого ролика я нашел именно на канале Blender 3d уроки все погнали изучать нажимаем именно курсор ставим на плечо на это теперь нажимаем add находим арматуру single bone подгружаем арматуру включаем теперь именно object date where a port display in front видимость кости нажимаем теперь на select box жмем на модель и жмем теперь z и нажимаем в арк фрейм чтобы было все видно так переключаемся на кости нажимаем табуляция или переходим в edit mode вот здесь нажимая вот эту галочку все теперь нажимаем на кость единица на нампаде все это дело перекручиваем так нампад это под правой рукой где только циферки ну теперь с вот так вот нажимаем и немножко подгоняем где-то ставим на плечевую кость вот сюда вот так ну желательно конечно чтобы она не вылазила и более-менее разместить его правильно на нампаде немножко отведем в бок чтобы плечо будет сгибаться вот тут select box теперь включаем на вот эту вот косточку на кружочек чтобы он загорелся ставим 3 на нампаде и е экстрадируем все это дело вниз здесь у нас получается именно вот так вот три кости пока 3 и вот если мы это все дело сейчас подогнать надо первым делом клавиши g по лапе так вот более-менее чтобы она стала немножко погрузить вот так вот вот теперь если мы переключимся в post mode мы выбираем вот эту косточку нажимаем допустим g вот увидите что это крутит кость вот так так нажимаем на эту кость вы видите что она переносит ctrl z это поставить назад ну и теперь надо вот эту косточку подгрузить вот эту нижнюю так теперь давайте возьмем таким образом ну желательно можно ее и вытянуть нажимаем вот на эту кость заходим edit mode нажимаем на кружочек нажимаем на е и вытягиваем наверное еще вот эту кость будем делать чуть-чуть импровизировать ctrl z теперь нажимаем ctrl z немножко погружаем смотрим со всех сторон немножко выравниваем вот так вот все нормально ну и опять же давайте вытянем вот эту косточку как и в прошлый раз а потом будем уже экспериментировать 3 на намкаде включаем курсор нажимаем где-то на середине shift a подгружаем косточку нажимаем на косточку и немножко с ее уменьшаем все теперь нужно ее единице на нампаде и вот так вот здесь на середину поставить все пусть пока повисит заходим теперь нажимаем на вот эту кость опять же как в прошлый раз снимаем deform ip clear parent и теперь нажимаем заходим теперь в пост мод и нажимаем на эту кость и надо их связать нажимаем ctrl shift c и находим инверст кинематик если у кого-то появился кружочек от клавиши c вот это если вы включаете то получается такой кружочек из кей нажали она ушла а теперь связываем вот эту косточку выйдет вот переключаемся нажимаем на эту косточку шифтом и жмем ctrl и и и offset связываем их а теперь нужно связать вот эту кость так вот ее выделяем полностью и связываем с этой косточкой вот так вот сначала вот эту с этой смотрим что да как ctrl и и offset ну и теперь давайте вот эту все дублируем это можно снять выделение и левая кнопка мыши выделяем ставим один на нампаде ближе поведу чтобы виднее было так вот и теперь shift d переводим вот так вот в бок и жмем правой кнопкой мыши на модель на вот эти кости и находим mirror x global все это дело перевернули установили пусть пока повисит задними лапами будем уже отдельно работать потому что здесь больше костей больше изгибов так переключаемся находим курсор ставим где-то вот сюда три на нампаде shift а и повторяем select box вот это все дело перекручиваем вот так где-то установим где-то трансформу так вот перекручиваем теперь нём с дело уменьшаем все дело подгоняем опять же с можно немножко уменьшить и вогнать ее вот сюда поглубже именно в таз немножко еще приподнять где-то до этой части теперь select box находим так смотрим чтоб не вылазила сильно вот она уже вылазить ненормально немножко так немножко можно еще с уменьшить и транспозом еще немножко вглубь поместить вот это вот так select box select box теперь снимаем выделение щелчок левой кнопкой мыши находим вот эту голову именно кости три на нампаде и теперь опять же е экстрадируем вот до колена тут вот получается один изгиб второй изгиб и е вот сюда делаем поворот как она есть кости вот так выделяем и смотрим чтобы все это дело здесь нормально чтобы это все джи выровнялось нормально по ноге так вот смотрим со всех ракурсов немножко джи вот так и вытягиваем костовку еще е опять же отсоединяем ее делаем деформ теперь жмем alt p clear parent отсоединяем ее заходим теперь пост мод выделяем вот эту косточку вот эту косточку жмем ctrl shift c и жмем inverse kinematic теперь вот эту косточку вот edit mode связываем с этой косточкой жмем ctrl п и и посет так теперь вот эту косточку опять связываем с этой косточкой получается ctrl п и и offset вот так все это дело выглядит смотрите получается у нас 4 связи должно быть вот так вот кости связаны центральной и вот эти косточки тоже будут связаны с центральной снимаем выделение выделяем вот эту косточку ставим где-то вот так вот нажмем shift d дублируем переводим вот сюда и правой кнопкой мыши мира с global она меняется вот так вот устанавливается но если где-то что-то тройка на нампаде и немножко джи можно подвести выровнять зеркально ну в принципе вот то что было показано на другой модели именно в ролике блендер 3d уроки единственно потом останется давайте посмотрим как все это дело работает и потом останется нам завязать вот хвост голову вот на этом персонаже чтобы это все работало потом будем уже делать другой рик или с изменениями но вот этот принцип вот этой кости запомним что как она будет работать так теперь заходим в обжиг нот и находим именно вот эту функцию опять же object date мотаем находим генерировать рик появляется вот такой вот круг все вроде нормально и теперь заходим нажимаем на модель нажимаем с лифтом на вот это можно кость верхняя и control p вот в automatic widget нажимаем и все это дело связываем и сейчас пойдем пост мод посмотрим как работает модель так пост мод нажимаем z столик и вот тут у нас смотрим получилось как тут что завязано смотрим как работают лапы сначала это единица на нампаде тройка на нампаде жмем g английскую и вот вы видите что лапа вроде бы как бы нормально извивается центральную кость берем жмем g вот зопа поднимается можно здесь уже что-то как-то делать что-то вот можно даже посадить потом будет так это вот так все работает вот таким вот образом ну и теперь давайте g и вот так вот не хочет он садится значит где то что то как то нахимичено пробуем смотрим заходим опять же edit а пардонте вспомнил теперь вот эти вот косточки сгенерированы заходим функцию кости находим invert invert кинематик вот этот и поставим потом так это выставим находим вот эту кость и добавляем тут привязку к трем костям также на эту кость жмем привязку действовать на три кости и вот эту косточку ингресс кинематик которые делали жмем на три кости вот эту тоже повторяем таком духе и смотрим теперь как все это дело работает нажимаем на косточку и жмем g вот так все это эти лапы опускаются вперед кланяются так что-то задними лапами не так а давайте проверим посмотрим что g вот они не работает не работает косточка заходим edit mode находим вот эту кость shift вот эту и control и она связана значит нужно вот эту косточку удалить жмем делить и бонс ну и эту давайте удалим днем делить он передний пока оставим и попробуем вот это сделать без задних заходим так вот эту косточку отделяем alt и clear parent и вот эту косточку попробуем alt и clear parent теперь заходим посмотрим как это все будет делаться вот эту косточку теперь через shift связываем с этой косточкой так или вот эту косточку попробуем одну ногу попробуем связать для эксперимента так shift с этой косточкой ctrl shift c inverse kinematic вот она переворачивается это нехорошего ctrl z теперь жмем вот эту косточку и вот эту ctrl shift c inverse kinematic ну вроде что-то стало напряглось и попробуем вот эту косточку и попробуем вот эту косточку ctrl shift c inverse kinematic вроде все напряглось все вроде нормально так ну посмотрим теперь как это дело заработает берем вот эту косточку g вот теперь все прогибается теперь все вроде бы действует вот так вот единственное что не хватает костей на позвоночнике смотрим так если мы будем g перетягивать вот как это все дело двигается вот таким вот образом вот тянем лапку смотрим сбоку смотрим так теперь попробуем вот эту косточку перекрутить вы видите что все нормально реагирует и вот такой вот метод прикольный ну вот теперь дальше будет вопрос стоять завязать голову и хвост типа позвоночник и вот эти кости также завязать цельные наверное сделать связанные и от них отводы будут ну вот такой эксперимент и будем дальше дорабатывать в следующих роликах добавлять как-то голову может быть будет другой какой-то каркас посмотрим поглядим будем вот эти вот вот этот принцип будем использовать в другом именно каркасе или можно будет доработать этот посмотрим поглядим что-нибудь да сделаем все всем пока следите за событиями по вот этим всем экспериментам может быть будет интересно